Много девушек есть на свете, и везде они разные. Но чем россияне и жители страны хороши? Тем, что в большинстве случаев они следят за фигурой. К слову о том, что мы не на юге живем. В большинстве случаев у нас далеко не всегда идеальная погода. Но хочется ведь быть в идеале. И честно, все, что было в холоде, всегда сияло чистотой и лучшим качеством. Да потому, что у нас бани были и будут банями у нас. Извините, чистота была и есть и будет на территории Российской Федерации. И даже если обратиться к истории, всегда то, что творилось на Руси, великой чистотой обладало. Всегда. Что касается наших бани, так вот история еще дальше, чем бытность россиян. А дело было в пятом веке до нашей эры. Что сейчас? Баней у нас много. Но не в каждой есть и по сути не задорого сауна, джакузи и большие теплые бассейны. И плюс лучший аквапарк. Но стоять! Про аквапарки мы и поговорим. Чем вам водопад чудес хорош? Ну чем? Это не просто аквапарк, это еще и гостиница, и бассейны для малышек, и ресторан. И все для вас, наши любимые женщины и девушки. Чтобы вы получали удовольствие по полной. Будет все здесь хорошие, добрые. Вы находитесь в джакузи? Да. Дома есть нет джакузи? Нет. То есть в принципе для джакузи, для получения качественного удовольствия, от шлопного массажа, куда мы приходим? Да. Как приятно, когда человек красивый. Можно это сделать, но не используя и не кушая сладкое. Ну, как я это говорю, а сделал 15 кг, слил. Но процедура была другая, естественно. А лучший был бы вариант, да и быстрого, по сбрасыванию веса, естественно, это нахождение в нашем замечательном аквапарке. Аквапарков много в городе, но хороший и качественный. Я считаю, что он только один. Вот этот самый замечательный аквапарк. То есть представляете, да, как можно спокойненько прийти и окунуться. Примерно вот так. Ох, вот это ливиза. То есть вы также можете прийти и поплавать. Причем мы вообще спокойно плавали здесь молодые ребята, из которых потом вырастет что-то красивое. Хочете посмотреть? Да, посмотреть. Но иногда мы не понимаем плавание. Не все, конечно, но вот вопрос. Все говорят про болезни якие. Но как можно заболеть то ребенку, когда температура воды это 28 градусов, температура воздуха 25. Есть еще и теплые бассейны с водой в 32 градуса. Хороший вопрос, не правда ли? Это я для тех, кто думает, что придя сюда, здесь чудо ваше замерзнет. Я на протяжении всей своей жизни купался здесь и ни разу не заболел. Хотя болел очень много. Самое забавное было в институте. Меня там кролем плавать научил. Человек со знаковой фамилией. Пушкин. Гонял он нас не по-детски. Гонял круто и честно. Ну спасибо ему. В моем потоке, в моей группе. Я был первым. Как он научил меня пробегать 200 метров на отлично. Вау, это было круто. И спасибо ему огромное и большое. Теперь вопрос от нас. Как можно обучить вашу дитчатка, да и вас плавать круто? А вы не верите. Так зря. Ведь учиться никогда не поздно. Да вы не ставите экстра. Но вы сможете удивлять. Вот к чему бассейн аквапарка чудес вас приводит. Можно ли заболеть, имея температуру воды, даже обыкновенную, холодную, 28 градусов? Температура воздуха 32 градуса. Это вообще возможно ли или нет? Заболеть ребенок может по образной причине несоблюдения, скажем, правил выхода из бассейна. Когда мы не сушим голову, идем там с полувлажной одеждой. Само нахождение в бассейне при температуре 32 градуса в воздухе и 28 воды, конечно, ребенок не заболеет. Еще раз повторю, что плавание уникальный вид спорта по закаливанию иммунитета. Так, давайте все-таки определимся, это я специально, чтобы женщины, женщины в возрасте наконец-таки поняли, что человек в этом бассейне заболеть не может. Это другие проблемы, если он не высушился, если он простыл на улице. Потому что необходимо же хорошо просушиться, правильно? Да, совершенно верно. Находясь именно в помещении бассейна, ребенок не заболеет. Потому что, ну, конечно, всеми нормами предусмотрено, чтобы не было сквозняков никаких. Так, та температура воздуха, которая есть в бассейне, она комфортна и безопасна для здоровья. Для того, чтобы дети, взрослые даже, никто не заболел. А при несоблюдении правил выхода из бассейна, там, не досушился и так далее, конечно, ребенок заболеет. Но винить плавание в этом нельзя. Это уже тут родители должны объяснять ребенку, что ты должен хорошо посушиться, чтобы все твои занятия не прошли даром. Чтобы твой иммунитет действительно закалился. Но по такой глупой причине, как продуло на улице, чтобы это все не пошло на смарку. Вот мы людям уже объяснили тему такую. Теперь тема другая. Почему плавание? Во-первых, плавание для меня лично это большие и качественные легкие. Да, дышание, дыхание это просто то, что доктор прописал. Во-вторых, фигура. Вот за вами ребенок стоит, уже видно, что эта фигура возникла. То есть плечи стали шире. Ну, понятно, что стало меньше. То есть это отдельная тема. Можем ли мы хорошо и качественно воспитать хорошего спортсмена? Ну, эта тема вообще на самом деле обширная. По поводу плечей, как вы говорите, что у плавцов точеная фигура, все об этом знают. Но на самом деле есть такие исследования, что все наши чемпионы, которые становятся, да, у них широкие плечи, худощавое телосложение. На самом деле это физиология и генетика. Плавание не сделает из вас широкоплечивого мужчину там с каменным торсом. Нет. Если вам генетика это предрасположена, то есть ваши кости не смогут стать шире, чем это заложено организмом. Плавание просто помогает, скажем, укреплять все группы мышц, спины, пресса, группы живота. Поэтому у спортсменов и возникает то обличие, которое мы видим. И как вы понимаете, россияне могут удивлять. Качественно и грамотно воспитанные россияне от такого парка демонстрируют, что в холодном месте, да и даже там, где не всегда купаться-то можно, можно на берегах Средиземного, Красного и других океанов, других заливов демонстрировать удивительную возможность и качество, созданное для вас в аквапарке «Водопад чудес». Хотя давайте определимся. Может, не стоит мотаться так далеко? Зачем? В принципе, Южный Урал дает вам уникальную возможность. Зимой, слышь, нырнуть в теплый бассейн. Не знаете? Ну так, а зачем мы вам зимой таки демонстрируем аквапарк? Что такое «доехали» наконец? Что, по сути, и при грамотном удовольствии бегать никуда не надо. От Магнитогорска три трассы есть. Еще одна в городе. Или вы придумали, как летом в Анталии вы сможете и другое сделать? Ну как? А в Магнитогорске легко. Посчитайте, что у него перелет в другие страны, что там надо все оплачивать в других аквапарках. А здесь близко, здесь можно поплавать. Здесь все дорого и хорошо. К слову, про отель. Да, он здесь есть, как и ресторан. А вы не поняли зря. А можно спокойно остановиться с включенным аквапарком. Во как! А билеты для перелета тратим в наших, кстати, не таких дорогих торговых центрах. Можно это сделать, как и прокачаться, как и загорать. И, к слову, не все могут уехать. Нас тут с кредитами напрягли. Ага, ага, ага. Вот вы хотите что-то покушать, да? Типа там all inclusive. Ну, а кто сказал и кто вообще говорит, что русская кухня хуже остальных? А, проверим. А сейчас мы покажем вам то, что вы можете кушать каждый вечерочек. То есть, вот это греческий шалат. Я его ел неоднократно. Вопрос, где и как его готовят, это естественный вопрос. Ммм. Вопрос, то есть, чего тут делается. Когда мы говорим о качестве, я вам говорю. Не в каждом ресторане у нас их... Да, есть у нас большое количество ресторанов. Так это делают. Ммм. Да что это такое? Да. Казалось бы, все достаточно просто. То есть, все режется кубиками. Но, когда мы смотрим, из чего все это сделано, вау, сейчас будет рыба. Будет рыба, да-да-да-да. Вот. Ммм. Так вот, из чего здесь все делается? Мы не говорим об общем удовольствии. Да. А общее удовольствие здесь, это очень хороший сыр. Очень хороший, грамотный сыр. Да. Да. Потому что именно этот сыр, я не знаю, где его покупают. Но, когда вы вот это же дело сделаете и перекусите здесь, вы поймете, что лучшего варианта и нет. То есть, мы сейчас говорим не о сверхдорогих блюдах. Сегодня сверхдорогих блюд нету. Сегодня мы говорим о том, что вы можете вкусить, когда. У вас же скоро будут праздники замечательные. К слову, замечательные праздники вы можете делать пиздец. Возникает другой вопрос. Естественно. Как я быстро кушаю. Наши рестораны. В некоторых случаях это отдельные места. Но, в большинстве случаев, ресторан такого уровня, он есть только один. Хотя я еще 250 раз подумаю о качестве того ресторана, потому что я это здесь кушаю. Но располагается он в жилом комплексе. А жилой комплекс не до этого возможности отдохнуть. К слову, отдых здесь такое же удовольствие. Ставить музыку. И вот тогда, и вот тогда, при заказе банкета, ресторан будет работать до вашего последнего. К слову, это ресторан. Хотя ценники в адеквате. А по уровню многие курят. К слову, ресторан можно включить, а можно и не включать. И блинной тоже хватает. К слову, вот вам разговор о блинной. Насколько все это дело вкусно, буду говорить быстро. Вот. В связи с тем, что как бы я некоторый специалист в области общественного питания, да, я уже не помню, сколько я сюжетов-то делал. Ну да ладно. То есть гораздо больше, чем всякие другие телевизионные издания, естественные. Вот. Мало того, как бы, я все-таки любитель грамотного телевидения. И когда это телевидение было таким же человеком, как и я, да, мне всегда Соловьев нравился, как он хорошо, вкусно и питался. Но я очень сильно сомневаюсь, что он настолько хорошо, вкусно и питался. Хотя, ну почему нет? У человека с деньгами все в порядке, кушает он регулярно. Ну, это как мы вам показываем. Отличный камчатский салат, в котором помидоры сочетаются с крабовыми палочками, сырящий есть, майонез. В общем, очень интересно и оригинально. Мне разу такого не ел. Замечательная вещь. Теперь картошечка с котлеточкой. Сейчас только быстро-быстро. Дай. Вау. А котлетка того стоит. Дай картошку. То есть можно и покушать, и отдохнуть. Ммм, это мента. Третий вариант – плов. Быстро-быстро. Время у нас горит. Плов замечательный. Вот. Ммм. Отличный, хорошо пропаренный рис. И курица. А, не курица. Ммм. Мы говорим про свинину. Хотя, в принципе, можно сделать и с бараниной, и с горадина. Пробуйте и получайте максимум удовольствия. Вот она. А что еще надо? Как я люблю наш город. Я, конечно, проехал по всей России. И был, естественно, за недалеким бугром. Если бы я куда-нибудь хотел свалить, то в два места. А может быть, не более. Но смысла ехать из магнитки я особо-то и не вижу. Может быть, и вы сможете отыскать. В каком-нибудь городе горы в 20 километрах. И озер здесь, в Магнитогорске, хватает. И сам город Магнитогорск можно проехать на велосипеде. Не торопясь так, за час можно. И не только мы удивлены городом, которого не было. Вот мнение тех, город которых строился после магнитки. Нам здесь очень нравится. Мы стараемся с детьми по возможности сюда проходить. Мы из Сибаи. Мы из Сибаи приезжаем. Да, да. Не часто получается, конечно, но по возможности приезжаем. Если бы здесь жили бы, может быть, даже день, но каждую неделю ходили бы. Очень нравится здесь. Потому что здесь весело, вода, горки и тепло. Хорошо. Да, летом здесь холодно, а сейчас тепло. Очень нравится здесь, очень весело. Мы от ребенка первый раз привели. А ребенку хорошо? Вообще очень нравится. Это тоже хорошо. Не знаем, как будет. Итак, тема-то интересная, да? Вы посмотрели. Вот и специалисты, хорошо работают. И вот такие мальчики и девочки, которые потом, там, гораздо больше интересные товарищи. Потому что он благодарит. И слава Богу, в городе есть этот парк. И его выбор, и он лимитаж. И поэтому, даже если вам что-то не было бы необходима, я бы рекомендовал, что вам. Только если я сейчас попутающе сделал. Братите, не знаю, я бы был спокойный, не торопясь. Ну так это просто красиво. Я бы это делать умею. Умеет ли это делать ваш ребенок? А если нет, то мой вам грамотный совет. Куда необходимо прийти? Приходить сюда, в окопарк. То есть мы говорим, что это крутые специалисты. Будем считать так. Да, это можно сказать, что это лучшие, это профессионалы своего дела. Потому что они знают, они не просто обучились тренерству, да? Там прошли по бумажке, почитали в учебнике. Они сами посвятили, ну, приличную часть своей жизни плаванию. Сами это все прочувствовали. И теперь они могут делиться и своим опытом, и своими знаниями. Удивление, да, счастье тоже. В принципе, правильно, что все это сделано. Для всех. Мы говорили о женщинах. Но отдыхать можете и вы. Потому что не в каждом доме праздник. А праздник и удовольствие в аквапарке Водопад чудес для вас постоянно.